Площадка в центре Мурманска перед городским деловым центром Меридиан кардинально изменится. Сейчас там полным ходом идут ремонтные работы. Асфальт, бортовой камень, схема проезда и дорожная разметка. Капитальный ремонт призван облегчить жизнь как водителям, так и пешеходам. В самом центре города полно строительной и дорожной техники. Рабочие снимают асфальт, уже демонтировали бордюры. В ближайшее время специалисты должны приступить к укладке основания, щебня и выравниванию. Затем положат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной в 9 сантиметров. Новые бордюры по протяженности займут 709 погонных метров. Помимо организованной стоянки с местами для инвалидов, автобусам выделят отдельный въезд и свою полосу движения, которая будет выходить сразу на проспект Ленина. Для остального транспорта заезд будет ошляться также с улицы Ленинградской и выезд на улицу Ленинградскую и далее на улицу Воровского. И также на заезде с Ленинградского на Ленинградскую будет установлен бортовой камень, ну практически посередине проезжей части, для разделения встречных потоков. Не забыли и о пешеходах. Для них оборудуют новые дорожки. Все работы должны быть завершены уже в середине августа. Сама же кампания летних ремонтов вошла в активную фазу. Дорожники обновляют улицу Пушкинскую, тротуары на Карла Маркса. Самый сложный объект из-за наличия большого количества инженерных сетей – улица Гвардейская. Ее ремонт проходит в два этапа. Работы подготовительного характера начались еще в прошлом сезоне, потому что понимал наш комитет развития городского хозяйства, что действительно сложно выполнить все работы в один сезон. Поэтому подготовительные были выполнены в прошлом году, а сегодня мы уже видим, что капитальный ремонт улицы Гвардейской идет полным ходом, действительно выходит на финишную прямую. В сроки подрядчики пока укладываются. К концу августа обещали закончить. Помимо ремонта инженерных сетей, специалисты должны установить 38 опор наружного освещения, заменить дорожные знаки, установить искусственные дорожные неровности и ограждения, а в районе дома номер 11 организовать новую автостоянку.